Доброе утро, мои хорошие! С кофейком балуют. Мне надо сегодня много чего сделать. Самое главное это купить Владику одежду. Потому что похолодало. Зладенька еще немножечко вытянулся. И все его штанишки в объеме большие, а в длину коротенькие. В общем, что-то буду делать сегодня, что-то буду думать, не знаю. А еще наконец-то мы добрались до нашего стола, который Владико драл. Рома его снял. Сейчас погрузил в машину и отвезем его в ремонт. Я этому очень рада, потому что меня он бесил. Мы приехали к маме, привезли томатика. Закрывали. Ну не мы закрывали, а соседи выращивают, и нам же и закрывают. Вот такая помощь нам прекрасна. Себе и маме. Ванчики, борщики варить, мы себе оставили. Я в плане консервации вообще, нет, это не мое. Нет, может быть когда-то будет мое, но пока нет. Вот томат мы только заказываем у соседей и все. И я люблю вот заморозку, поэтому я уже говорила, мечтаю, что у меня будет большая морозильная камера. Я бы там с удовольствием много чего замораживала. А консервации, ну в принципе мы такие не любители там варенья, всяких компотов. Огурцы там тоже захотим, можно там купить, это не проблема. Так что мы прям по гриба стояли. В общем, ну вот так, как-то у меня вот так. Все, что удалось в этом году, это только малину и клубнику заморозить. Я буду снимать, люди пишут, что ты постройнел. Если так, что можно уже тебе показывать людям, народу. Сколько у нас тут банок получилось? Здесь 50. 50 банок. И у нас 50. Эти наши подъезды ужасные. Ужас и мрак. Ужас и мрак. Зайду. Нравишься? Нравлюсь, но там. Везде. Везде. Приехали на фабрику, чтобы наш столик поремонтировали. Эту надо кромку, или как она называется, приклеить. Не знаю, насколько долго это будет, мне придется здесь ждать. Пока Рома там покупает, договаривается, я зашла в торговый зал. Посмотрю, всякие штучки. Мне уже очень хочется что-то планировать, мебель проектировать. Уже хочется, чтобы новый дом все это обустраивать. Ну, пока что это только мечта. Вот ящики для сушки посуды я буду делать однозначно внизу. Потому что, когда они вот так вверху, ты вот так вот ставишь их, а оно вот на тебе все ляп-ляп, ляп-ляп, вся вода. Неудобно. У нас в эпицентре открыли пункт для вакцинации. Очень странно для меня это вообще было. Рома не когда рассказала, я была, конечно, немножечко в шоке. В эпицентре пункт для вакцинации. Сейчас я вам покажу. Так, а что до такого? Ну, не знаю, ну, как-то дико. Для меня должны быть там, как минимум, в медицинском учреждении стерильность. Сейчас покажу, в том числе. Так, может, там стерильность. Вот, смотрите, люди в очереди. У колодца стоят. Вот такая ванная. Классная. Вот так мне поставишь в центре? Нашим домиком маленьком. Заходишь, а я возле... Возле... Возлагаю. Возлегаю. Круто. За одеждой вадику я пришла в эпицентр. Не знаю, странно или не странно. Здесь очень детский отдел, замечательно здесь, да? Покупаю вадике одежду. Сейчас будем искать. 40 большие. 40 большие. Или 122, или 140. 130 не бывает? 134. Только 134, да? Да, 128. 128, потом 134. Значит, 134, наверное. Сейчас я еще посмотрю. Ну, сейчас что-то найдем, да, Марина? Да. Наверное, какие-то одни совсем тепленькие, Маришечка. Ну, что ходить, поняла? Нет такого ничего. Ну, вы тут, конечно, деловые, у вас все. Только такое. Так, ты канистру купил, да? Под эти самые? Под рубашку и под кроссовки. Так, ну, мы все купили. Все вам чуть-чуть позже покажу. Вот у нас такая сумма получилась. Это у нас со скидкой. Скидка у нас сколько там получилась? Почти 700 гривен. В общем, нам очень повезло. У нас подружка работает в пациенте. Нам свою скидку подарила. Мы ушли, мы ушли везунчики, да? Кофейку выпьем? Да. Поехали. Сейчас буду вам рассказывать и показывать, хвастаться. Вот такое приобретение у нас. Носочки взяли. Носочки вообще повезло. Ну, а то, что у нас скидка там. У нас сегодня там какая-то акция. Двое берешь, третью в подарок. Ну, соответственно, мы и взяли. Ну, носки у нас вообще очень быстро расходятся. Владик любит их брать, вытаскивать с них ниточки и привязывать что-нибудь. Ну, поэтому у нас всегда носки как семечки, очень быстро. Так, вот такой костюльчик. Владя не очень любит капюшоны, но если его приучить, то, в принципе, достаточно. Вот так вот, чтобы выскочить, пока прохладненько, я думаю, пойдет. Тут еще вот такие штаники есть. Штаники, штаники. Что-то я запуталась. Ну, вот такие штаники. Вот. Ну, естественно, все у нас здесь будет великоватое. Ну, будем завязывать. Вот такой свитерочек. Ну, это не свитерочек, он тоненький. Тоже, чтобы в центре было хорошо уже с рукавчиками. Они просто длинненькими. Вот. Сколько он тут у нас стоит? 300 гривен. И вот такая. Я не разбираюсь. Ничего, как-то пайта, кофта. В общем, вот что-то такое с длинным рукавом. Тоже на переменку. Пока сейчас будет свежо-прохладно, подойдет. Штаны очень мне вот эти нравятся. Интерспорт. И они самые дорогие. Они вообще были 768 гривен. Сейчас они 459, но у нас еще и своя скидка. Вот. И, ну, здесь что самое главное, что они очень здесь приятные. По качеству. И они на шнурках. То есть мы в Владике тут завяжем вот так вот. Его худесеньку, талию. А в длину будет хорошо. Здесь, вот видите, такая резиночка. Тоже мне нравится. Ну, и труселей понабрала. А вот такие, смотрите. Помните, я-то Роме недавно такие же покупала. В общем, будут мои мужики ходить в трусах в одинаковых. Они у меня вдвоем, между прочим, в трусах улетят. А дом. Теперь будет видно, что они родственники просто. Вот. Нравятся вам мои вещи? Напишите в комментариях. Как вы покупаете одежду? Тоже поделитесь опытом. И мы вот, вот я взяла, сегодня мы померяем. Если что-то не подойдет, я поеду менять. Потому что с Владиком, я уже рассказывала, это не всегда. Ему неприятно, у него там приступы. Ну, и зачем ребенка я буду мучить, если у него есть вот такой замечательный вариант. Молодой человек, а что вы уселись на место директора? Претендуйте? Это трейдерский заплат. Сейчас отожмем контору побыстрее. И что будете делать? Вы же ничего в детях не понимаете. Продадим. Вы там понимаете, как их делать все. Ну и там ваша функция закончена. Ну и то так. Владимир, домой, домой собираемся. Мы можем, да, скажи? Давай, Дану положим игрушечку. Лед у вас ему нравится? Да, да, замоложен лед. Да, ему и дома нравится. Молодец, молодец, красавчик. Одевай. Все, сынок, мы тебе купили столько вещей, завтра принесем. Больше модно. А то уже этот самый. Как ее, скажи мне. Каратесеньки, сели, я как у сирота казанская, понимаешь? Красавчик. Эй, в футболку домой, посюда. Ладно, заберем уже и выкинем. Оно же маленькое. Пустите. Ну и его любимое. Его любимое, ну понятно. Ой, брулет. Я люблю. Очень сильно. Держи игрушки. Пошли. Все, спасибо всем. До свидания. До свидания. Потому что и так уже. Держи. Вы нам даете домой? Конечно. Боже, какая вы добрая. Спасибо. Стой, стой, стой. Я буду застегивать. Застегивай. Не спеши. Молодец. Нет. Давай, не спеши. Застегиваем. Все. Красавчик. Умничка. Пошли. Забрали нашу лапусинку. Все, едем домой. Спасибо, что вы с нами. Будем с вами прощаться. Сегодня все. Всех любим, обнимаем, целуем. Как всегда ваши Абайвы. Подписывайтесь. Пока. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Ну, вообще, вы все знаете, да? Вы же у меня самые лучшие подписчики. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»